Свет церковной свечи. С ее горением неразрывно связана жизнь православного человека в храме и дома. Свеча для христианина – жертва Богу и символ молитвы, в которой верующий с сердечным горением обращается к Богу. В первые века христианства верующие укрывались от преследовавших их властей в катакомбах, где и совершались богослужения. С тех пор свеча навсегда стала атрибутом церковной службы, наполнившись глубоким символическим смыслом. Впрочем, заповедь возжигать огонь во время поклонения Богу истинному была дана еще в ветхозаветные времена законоположнику Моисею. В Новом Завете в День Святой Троицы Дух Святой сошел на апостола в виде языков огня. И до нынешних дней, ежегодно накануне Святой Пасхи, день празднования которой каждый раз меняется, благодатный огонь неизменно сходит в православный храм гроба Господня, подтверждая таким образом истинность почитания Бога возжиганием свечей и лампад. Около века тому назад в православные храмы стало постепенно приходить электричество, но свечей за службой при этом меньше не стало. Чем торжественнее богослужение, тем больше за ним возжигается лампад и свечей. В величайшей из праздников Пасху Христову не только освещается вся церковь внутри, а по возможности и снаружи, но все верующие также стоят с зажженными свечами. Со свечами связаны церковные таинства и обряды. Во время святого крещения три свечи ставятся на купели, и еще по одной держат в руках восприемники крещаемого. Поэтому и само крещение иначе называется просвещением, таинством с которого начинается путь человека от тьмы к свету. В таинстве браковенчания свечи символизируют первое стремление венчающихся к самому Господу. Семь свечей, как образ семи даров Духа Святаго, зажигаются во время таинства соборования. Со свечами в руках молятся и все предстоящие. Окруженная четырьмя подсвечниками с горящими свечами, лежит тело человека в гробу во время погребения. Во время панихиды близкие отошедшего ко Господу держат в руках зажженные свечи, изображающие божественный свет, которым был просвещен человек в крещении. Особый подсвечник с большой свечой выносится на малых входах на вечерне и литургии, на великом входе за литургией, а также перед Евангелием. Особое духовное значение имеют свечи в архиерейских дикирии и дикирии. Во время кождения храма диакон предшествует священнику с особой диаконской свечой в руках. За пасхальной службой священник благословляет народ особым светильником с тремя зажженными свечами. Свеча и ее использование в церковной службе – отдельная тема, к которой мы обязательно вернемся в наших сюжетах о дневном круге православных богослужений. Приобретение миллионином свечей в храме есть малая жертва Богу, добровольная и необременительная. В храме, потому что именно здесь свечи, как и другие предметы церковного обихода, освещаются специальным чином. Нет обязательных правил, кому и сколько ставить свечей, но есть многовековые традиции. Сперва ставится свеча к празднику или чтимой иконе храма, потом к мощам святого, если они есть в храме, затем святому, имя которого носишь, и уже потом за здравие или за упокой. За умерших свечи ставятся наканун у распятия со внутренней молитвой «Помяни Господи в царстве Твоем, раба Твоего, прости его согрешение и даруй ему Царствие Небесное». У Бога все живы, поэтому за ушедших близких мы молимся так же, как за живых, уповая на встречу с ними в жизни будущей. О здравии или какой-либо нужде свечи ставятся Спасителю, Божьей Матери, великомученику Пантелеимону Целителю, Николаю Чудотворцу и другим святым, которым Господь дал особую благодать исцелять болезни и помогать в разных жизненных обстоятельствах. Угодники Божьи, наши ходатайи и молитвенники перед Господом, обращаться к ним следует с искренней верой в силу их святых молитв. Поставив свечу, следует произнести молитву «Моли Бога о мне, святые угодниче Божьи», а затем просто и ясно изложить суть просьбы и после приложиться к иконе. Можно и нужно ставить свечи за ближних с такой же горячей молитвой, как за себя самого. Нужно только помнить при этом, что личного устремления человека к Богу ничто не заменит. Дома, как и в храме, православные верующие также с молитвой возжигают у святых икон свечи, те, которые принесены с водосвятного молебна или с чтения страстных евангелий или приобретены в церковной лавке. Делается это по древней благочестивой традиции, которую святые отцы Седьмого Вселенского Собора определили так. Святым иконам и мощам, Кресту Христову, Святому Евангелию воздается честь хождением Фимиама и вожжением свечей.